Диабло От первого лица в постапокалиптическом мире Похожем на Fallout Помню, как я впервые прочитав об игре Мгновенно оброс слюной Я ведь фанат обоих вышеперечисленных франчайзов А тут Fallout в 3D Да еще и интересная концепция Помощи шутера с RPG прокачкой Эпично же Однако потом проект заглох И всплыв через некоторое время на поверхность инфополя Оказалось, что он покрылся целшейдингом А серьезный сюжет променял на какие-то пародии Так, чем же в итоге явилась оригинальная Borderlands? Достаточно бессюжетным, монотонным И в некотором смысле даже рутинным симулятором Выпиливания всевозможных врагов в промышленных масштабах С одноклеточными и однообразными миссиями Но зато с машинами, кооперативом и миром Вроде как пережившим какую-то катастрофу Однако больше похожим на банальные каньоны Заселенные дикарями и разнообразным колоритным зверьем В одиночку в свое время я ее так и не осилил Дело спас встроенный кооператив Вот тогда я и осознал, что суть игры, во-первых, именно в нем А во-вторых, в неимоверном генераторе оружия Скажем так, вполне имеет место существовать теория о том Что два разных человека, полностью пройдя игру Могут не встретить ни одного одинакового ствола И это при том, что за прохождение кампании Их выпадает несколько сотен, если не больше Так вот, теперь поговорим о второй части Непосредственно которой и посвящен данный видеоматериал Borderlands 2 была неизбежна как сиквел к любой успешной игре современности Причем разработчики обещают улучшить именно те стороны пограничных земель За которые первую часть хвалили И устранить те, за которую ругали А это значит, что нас ждет еще более разветвленный и разношерстный генератор оружия Причем обещают обновить не только сам генератор, но и физику стрельбы Так, чтобы разница между стрельбой из ракетницы и пистолетом у хобойки была ощутимой Второй фишкой обновленного оружейного генератора Должен стать более детальный подход к различиям между фирмами-производителями Разница между которыми начнет отражаться не только на видимых цифрах характеристик ствола Но и опять-таки на ощущения от стрельбы Чье-то оружие будет работать с уменьшением отдачи А чье-то наоборот будет порождать сплошные осечки И все в таком духе В умеренных масштабах сменится и место действия Нет, мы останемся на Пандоре Однако локации станут значительно разнообразнее А не просто пещеры и голые пустоши со скалами, как это было раньше Вдобавок к этому обещают подклепать и сам мир Который раньше был чуть живее мертвой муки В конце концов, играть в Borderlands кто-то вряд ли станет ради разговоров с NPC И уж тем более, вряд ли кто-то станет бдить за распорядком компьютерных болванчиков Разумеется, это будет приятный бонус, если такое случится и мир будет действительно живым NPC будут следить за распорядком дня, с ними можно будет разговаривать о разном Но я бы настроился на то, что разговоры сведутся или к банальному трепку Или буквально к паре вариативных фраз Вообще все, что касается сюжета, в Борде как-то успешно летит в трубу Я вот в первой части его не почувствовал ни на секунду Какая-то тетка, появлявшаяся в углу экрана, ничего внятного на эту тему так и не сказала А остальные персонажи как-то были больше собой заняты и своими проблемами Помню, что четверка отчаянных искала какое-то таинственное убежище Как бы то ни было, если это для кого-то важно, то события сиквела развиваются через 5 лет после событий оригинала Наши старые знакомые искатели теперь вне закона У руля корпорации встал какой-то клоун А повествование пойдет от лица новой четверки Старые герои никуда не делись, их можно будет встретить в роли NPC Новые герои, кстати, по большому счету являются вольным переложением старок Ибо снова с нами аппетитная девушка, странный чувак и два достаточно типичных дуболома Девушку зовут Майя и она тоже немного того, с психоспособностями Отвечает за всю паранормальную активность, в том числе лечение и подвешивание врагов в воздухе Сальвадор типичный танк громила с двумя пушками наперевес, а Акстон спец по турелькам и просто отличный парень Ну и Zero Чистокровный кибер-ниндзя, отлично управляющийся как с клинком, так и со снайперской винтовкой Прокачка, по уверениям разработчиков, должна стать еще обширнее На 30% больше перков для каждого класса Что ж, подождем релиза и проверим И пятый класс персонажа, совсем недавно анонсированный, тоже проверим Девочка-киборг, повелевающая роботами, это вам не арбузы крутить Правда, доступной она станет не сразу после релиза, а через некоторое время В форме DLC Но если вы оформите предзаказ, то вам ее дадут бесплатно В остальном же все прагматично предсказуемо Все еще цел шейдинг, стилистика, неистовые монстры и противники Весомую долю среди которых теперь занимают роботы И общий дух безбашенного веселья Так что всем фанатам первой части, судя по всему, к ознакомлению строго обязательно А на этом у меня все До встречи на СтопГеймРу И всем побольше Клэп Трэпа И всем побольше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok